Друзья, мы в Минске. Это Площадь Победы. Как всегда, мы стоим здесь в пикете. Это наша дань памяти павшим воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но движется к победе. Потихоньку национально-освободительное движение укрепляет свои позиции. Так как Россия выдвинула ультиматум Америки, Соединенным Штатам Америки, то и страсти накаляются. Россия требует от Соединенных Штатов, чтобы США вывели войска НАТО со всего постсоветского пространства и стран Варшавского договора. А начало все с нашего проигрыша в Холодной войне Соединенным Штатам в 1991 году из-за предательства Горбачева и его окружения. Холодная война началась еще в 1946 году. Американцы долго шли к своей победе, разрабатывали планы, основанные, как правило, на базе обмана, растления людей. Конечно же, они строили планы. Россия выиграла в войне. Фактически Россия выиграла. И подсоединились в самое последнее время... В Великой Отечественной войне. В Великой Отечественной. Россия выиграла. И в самые последние дни, когда Америка, которая сама провоцировала Германию и подготовила Германию материально к войне, они тут нос по ветру держали, сориентировались и присоединились тоже. И якобы начали помогать России выигрывать в войне. И, соответственно, страны-победители собрались, заключили договор. И... В Подздаме, да? В Подздаме. В Ялтинске был сначала договор, потом в Подздаме. И победители трех стран собрались в Подздаме и заключили договор. Прописали 200 наций в ООН. Эти нации прописаны и до сегодняшнего дня... Да, по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Второй мировой войны. Чтобы все понимали, что войн во время истории человечества было очень много. Идет война, кто-то на кого-то нападает. Нападает, убивает, кто-то сдается, кто-то защищает. По-разному. У каждого своя стратегия, у каждого свои принципы. Но в конечном итоге, когда страна, на которую напали, защищается. И та, которая напала, говорит, все, хватит, останавливаемся. Остановились и сказали, все, вот на этой границе мы останавливаемся. То есть всегда по итогам войн определялись новые границы. Потом Шархан уходил на север, как в мультике сказано. А табаки ему говорили, а мы идем на север, а мы идем на север. И уходил на север. Затаивался в кустах хищник. И опять наблюдал, строил свои планы. Смотрел слабые места. Изучал свою добычу. Сидя в кустах, как напасть на добычу, чтобы ее выловить. И, соответственно, когда говорят, что гарвардский проект уничтожения России, это конспирология. Конечно, конспирология. Даже Шархан, даже тигр, даже кошка конспирируется, когда хочет словить птичку там или кого-то мышку хочет слать. Она тоже конспирируется. Она затаивается, сидит тихо. Где-то у нее в голове что-то крутится. И потом находит определенный момент и нападает. И сейчас я хочу зачитать гарвардский проект уничтожения России в три этапа. И будем походу немножко вставлять свои реплики, чтобы показать, как мы понимаем этот гарвардский проект. Итак, в начале 80-х годов советской разведке удалось добыть материалы так называемого гарвардского проекта. Это была программа уничтожения СССР, социалистической системы. Он состоял из трех томов. Первый том – перестройка. Второй – реформа. Третий – завершение. В начале первого тома – большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани 20-го и 21-го веков человечеству грозят страшные продовольствия и энергетические кризисы. Американские аналитики, экологи пришли к заключению, что спасение человечества… Человечество, заметьте, что человечество… То есть мы не человечество, они человечество, а мы для них туземцы. Они себя всегда спасали. Человечество, а мы… ну так, мы их добыча. Что спасение человечества зависит от того, насколько удастся разрешить общие задачи после уничтожения. Как говорил тогдашний президент США Рональд Рейган, империя зла, то есть это мы – империя зла, то есть за счет Советского Союза с запланированным сокращением населения в 10 раз и разрушением национального государства. Обратите внимание на слово «национального», да, то есть «нация», когда иногда нам понятия искажают и говорят, что «нация» – это вот только маленькая нация, там грузины, белорусы, украинцы – это нация. Они разделяют на национальности. Да, национальности. А «нация», в общем-то, в переводе и есть «народ». Народ, населяющий страну, ну, он может быть разных, различных национальностей. Значит, программа рассчитана на три пятилетки. Ну, это, как говорится, планируем на три пятилетки, а там уже как получается, потому что человеческий фактор в любом случае всегда срабатывает. Первый том посвящен перестройке. Период 1985-1990-й включительно, в течение которого будет происходить первая борьба за гласность. И все мы помним передачи, которые появились на телевидении, как раз в это время, передача «Взгляд», «До и после полуночи» и другие. Вторая – борьба за социализм с человеческим лицом. То есть нам, опять же, по технологии окон Авертона сначала борьба за социализм, но с человеческим лицом. То есть у нас не человеческое было, нам надо было кое-что изменить. А следующий этап – подготовка реформ от социализма уже к капитализму. То есть постепенный переход уже, сначала борьба за социализм с человеческим лицом, но за социализм. А тут уже к капитализму. И четвертой – перестройкой должен руководить один вождь, предположительно, генсек ЦК КПСС. Сбылось на 100%. Вождем был Горбачев. И помним, что первым вождем, первым президентом был именно Горбачев. Президент – это вообще американская должность. И это не руководитель, это не… Это человек, представляющий кого-то. А человек, представляющий, и, естественно, должен выполнять заказы своего хозяина. И в 1991-м мы проиграли Холодную войну, и Горбачева, представляющая интересы Америки, наградили медалью за выигрыш в Холодной войне. И не только медалью, но и… Нобелевскую премию ему. Нобелевскую премию ему дали. И кусочек земли в Германии. Ну, я думаю, по первому этапу каждый из нас сможет сказать какие-то слова из своего опыта. Владимир Давидович, что вы можете сказать? По первому этапу. Именно про перестройку Горбачевскую. Ну, про перестройку. Тут нужно глубже смотреть. Блин, почему? Значит, у России всегда были враги. Ну, скажем, возьмем, в среднем века крестоносцы шли. Потом поляки шли, хотели захватить. Национальная. Конкуренция нации. Да. А теперь весь Запад организовался против России. Ну, против постсоветской России. Ну, значит, тут нужно смотреть глубже. Какие основания? Основания такие экономические ресурсы. Это, естественно, нетронутая природа. Там, значит, полезные ископаемые и прочие пути. Мы относились бережно к природе, да? Мы берегли природу для потомков. Нам много не нужно было. А капитализм всегда хочет побольше, побольше, побольше прибыли. Хищническим больше прибыли, прибыли, прибыли. Естественно, природа уничтожается. Мы за то, чтобы беречь природу. Наша страна, наши правила. А они, эти правила, пришли в нашу страну и нарушили. Затем, значит, какое противоречие, значит, кроме того, что ресурсы, да, противоречие в духовном плане? Значит, Запад считал себя более цивилизованным, более развитым. Нас считал, как бы, аборигенами, вот. Ну, как с аборигенами поступили в Америке, во всей Америке. Ну, это всем известно. Их просто споили и уничтожили. Нас тоже... Биологическим оружием, в том числе. Нас тоже пытаются споить. Ну, как в каком-то мере это получается. Значит, какое противоречие в духовном плане? Значит, Запад, он выступает как хищник, как потребитель природы и всего. Значит, Россия, она выступает более в духовном плане. К пример тому, даже возьмем царскую Россию, которая, значит, у которой не было колоний вовне. А были эти самые приобретенные земли там, но эти приобретенные земли жили за счет России. Россия развивала их. Россия всегда была донором для всех, даже республик Советского Союза. Ну, я уже говорил как-то, что Россия помогала нам, в частности Белоруссии, восстанавливать экономику после Великой Отечественной войны. Россия помогала Украине восстанавливать экономику. Если бы мы тогда не воспользовались экономикой России, нам бы не удалось восстановить, настолько была разрушена экономика. Теперь, значит, у нас... Разрушена экономика когда? Какой год вы сейчас имеете? В 45-м году. А, в 45-м, да? Да. Значит, что происходит сейчас? Значит, происходит борьба... Мы не сейчас. Мы сейчас говорим о Гарвардском проекте. Первый этап – перестройка. Первый этап. Давайте мы сейчас конкретно поговорим именно о перестройке. Вот, хотелось бы, чтобы вы сказали именно об этом этапе. Что вы могли бы сказать? О перестройке. Я говорю о перестройке. Они хотят уничтожить наш дух. Дух – это самое воссоединение. Да, и начали нам врать по телевизору. Немоверные вещи нам начали говорить о том, что Сталин – это такой деспот, который уничтожил массу людей. Причем цифры такие огромные называли. И в то время уничижали нас, да? Давайте говорить о том, что они уничижали, говорили, что мы пропащее поколение. Помните передачу «Взгляд» и «До и после полуночи»? И именно в этих передачах идеологически перестройка, ведь это она прежде всего идеологически была, да? Мы сейчас говорим об этапе перестройка. Пока еще дальше мы не заходим. Только давайте вот сейчас, потому что я же дала тему сегодня. Хорошо. Этап перестройки – это борьба духа. Борьба западного духа и нашего духа. И обман. И сплошной обман по телевизору. Хорошо. Идем к следующему. Я хочу сказать, что все изменения общественных формаций, они базируются на экономическом базе, на производственных отношениях. И перестройка – это был просто завершающий этап долгой, 30-летней ломки советской экономики. В экономике происходили эрозационные процессы уже много-много лет. Начиная с того, как при… уже в 1953 году начали ломать плановую экономику. Плановая экономика начала стопориться, начали появляться всякие нехорошие возможности для обогащения. И партийные элиты, и появление цеховиков, и все остальное. Претичье. Все это накапливалось 30 лет. И уже когда эти выросшие в подполье буржуйчики начали попадать в партию, в руководство, молодые реформаторы воспитались, уже в конце 70-х появлялись в России, в Советском Союзе, уже появлялись кружки любителей, изучающих эту рыночную экономику. Уже все это готовилось давным-давно. Уже когда они большой массой попали наверх, потому что вокруг уже основа была уже подготовлена, когда они попали наверх, тогда не смогли людям вдолбить все эти темы, про то, что плановая экономика не работает, что надо больше рынка и все остальное. Вот. Все это готовилось очень долго. Экономический базис. Базис. При Сталине был план. Плановая экономика. При Сталине было и артели были, и, в общем, и, можно сказать, и частники. Многоукладные. Да, и люди могли заработать себе нормальные деньги. Я считаю, вообще многоукладные, это идеальные. Но все равно основой была государственная плановая экономика, которая была главным заказчиком для частника. И частник, получается, из-за этого он уже переставал работать в тихие рынка. Вот. Все это давно написано. Вот. Все это описано, рассказано. Надо просто читать книжки и понимать, как нами пользовались. Именно Сталин. Прошу прощения. А когда произошла перестройка, сейчас я закончу. Они открыли наши рынки. У нас тут жили миллион. Да. А нашли китайские продукции. Сотни миллионов людей. Они открыли нам рынки. Они поломали, сломали наши заводы, нашу промышленность. Начали покупать по дешевке наши ресурсы. Так капитализм вырвал себя еще 30 лет. Это была эпоха неолиберализма, когда у них, у самих, сам капитализм был в жестком кризисе. Уже в 70-е, 80-е годы. Весна. Это вот. Париж, 68-й год. Все вспоминают. Никто не вспоминает, что в этом же 68-м году были бунты по всей планете. Посмотришь список такой из 20 стран, где происходили бунты. США, Мартин Лютер Кинг, все остальное. Когда Мартин Лютер Кинг захотел объединить разовую борьбу негров, объединить со стачками шахтеров, его на следующую неделю застрелили и все. Вот так вот капитал работает со своими, так сказать, противниками. Они в конце 70-х, 80-е пришли Тэтчер, Рейган. Начался неолиберализм. Они поломали свои заводы, чтобы дать подых своему рабочему классу организованному. Потому что рабочий класс уже, даже Франция уже была левая. Уже социалисты сидели практически в половине мира. Они дали подых своему рабочему классу, вывезли заводы в бедные страны. Потом Дэн Сяопин в 78-м году в Китае открыл. Все пошло по накатанной. А в Советском Союзе уже назревали проблемные вопросы. И здесь буржуйчики подняли голову. И так и получилось, что мировая буржуазия получила себе еще 30 лет. А сейчас мы наблюдаем самый большой кризис капитализма за последние 100 лет. Такого еще ни разу не было. Будет войнушка такая, все к этому идет. Я хотела добавить, что до 1953-го Сталин создавал совершенно новый тип экономики. Небывалый. Небывалый. Это было новое. Все люди могли получать образование. И стройка заводов шла неимоверными темпами. Так и Сталин продолжал. Сталиновское движение. Правильно, экономика была многоукладная. То есть и какие-то частники тоже в более гибком варианте что-то для того же государства. Было многоукладное, но главенствующее было тяжелая промышленность. Да, да. У Байд Байдис была тяжелая промышленность и она была плановая. И самым главным заказчиком была вот эта тяжелая промышленность. Она плановая. Мозги, государственные мозги. Вот и что мы говорим, что у нас сейчас обречена государственная идея. Это одна из форм монополии, когда вроде бы много частных производителей, но заказчик, который покупает у них продукцию, один. Глава должна быть одна у организатора. Так было и здесь. Было много частников, но заказ у них брало государство. Поэтому они в этом отношении не были абсолютно независимыми частниками. Это уже был переходный момент. От матрицы иерархии мы никуда не денемся. Она существует. Это божественный заход. И она куда бы ни пришла, она везде присутствует. Итак, второй том... Спасибо большое. Салют. Спасибо. Второй том был посвящен реформе. Ее время 1990-1995 год. А цели следующие. Ликвидация мировой социалистической системы. Вот о чем говорил сейчас молодой человек. Ликвидация Варшавского... Кстати, он не представился, я даже не знаю, кто это. Я так думаю, что это проверяющий какой-то... Ну и не знаю, это сложный вопрос. Хороший молодой человек. Наш человек. Ликвидация Варшавского договора. Помним, Варшавский договор это соцлагерь. Ликвидация СССР. Ликвидация КПСС. И помним, что в Конституции 1977-78-го, шестая статья, партия, была скрепой. Хорошая, плохая, где-то она имела и плюсы, и минусы, но она была скрепой нашей страны. И ликвидация КПСС, это значит ликвидация самого СССР с правом выхода республик из состава СССР. Ликвидация патриотического социалистического сознания. Реформой должен был руководить уже другой вождь. Ну, Геннадий, что-нибудь скажи, пожалуйста, по поводу каких-то пунктов. Вот смотри, пожалуйста, здесь пункты. Например, ликвидация патриотического социалистического сознания. Или Варшавский договор. Ну, это в основном после 1991-го года уже. Да, это же уже был второй этап, он был как раз уже в 90-95-м. Ну, как? Средства массовой информации. Вот телевидение полностью перестроилось на американский стиль. Даже мультфильмы заменили советские на американские. То есть пребывали в западную культуру. То есть мы должны забыть свою культуру. И, конечно, тогда легче управлять. Вот и все. И фильмы, конечно, были ужасные. Я помню, нам уже тогда... Фильмы страшные. Затюхивать начали. Помню, был такой фильм. Награду получил там, ну, какие-то у них там конкурсы свои. Молчание ягнят. Там о людоедстве был фильм. То есть потихонечку внедряли сознание того, что это же по закону Ока Навертона. Сначала это дико воспринимается, а потом уже привыкают к этой мысли и уже приводят к тому, что человек может поедать человека. То есть когда у нас начнутся ужасные вещи, чтобы мы не пугались, это ж нормально. Вот это все к тому идет. Боевики были сплошные. Конечно. Вот сейчас в телевидении, что там вот эти сериалы показывают, где не отличишь милицию от бандитов или же мыльные оперы, где кто-то богатый, глупый товарищ, а умная там девушка из колхоза. Вот о чем они, да. Золушка пришла и захотела обязательно в этом фильме, в фильмах современных, нужно, чтобы эта девушка в конечном итоге вышла замуж за олигархой или за успешного богатого человека. И у всех у них там...